Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос о риме, готов на него ответить. Значит, вопрос ваш довольно серьезный, здесь действительно имеет место быть и сексология немножечко, и межличностные отношения и так далее, я еще об этом поговорю, вот, поэтому, дабы нам с вами не путаться, я буду читать ваш текст и давать какие-то комментарии. Значит, первое, что вы пишете, это муж не хочет заниматься со мной сексом. Ну, вот, знаете, первый вопрос, который набрасывается, когда такой вот заголовок я прочитал, это такой, нужно сделать так, чтобы он хотел заниматься со мной сексом. Нужно сделать так, чтобы вы его возбуждали, нужно сделать так, чтобы вы понимали, что мужчине нравится вашему в постели. Нужно стараться понять, что его возбуждает. И дело здесь даже не столько в том, что вы вот общаетесь и разговариваете, это действительно полезно и нужно, но могут это сделать далеко не все люди, а сколько в том, что вы его чувствуете. Вот от того, насколько хорошо вы его чувствуете, наверное, будет зависеть то, что он будет или не будет хотеть заниматься с вами сексом. Далее, наверное, вы пишете, что у вас детей нет, скорее всего, но думаю, что вот это вы пишете, потому что тут просто слово детей и все. Последнее время, последнее время, это когда, сколько времени вы вместе с мужем, почему у вас нет детей, хотите ли вы детей, хочет ли ваш муж детей. Вот, это все непонятно, то есть в последнее время у нас были проблемы, пишете вы. В скобочках. Моя необоснованная ревность. Ну, давайте, Арина, я вам задам такой вопрос. Если у вас необоснованная ревность, и если вы понимаете, что ваша ревность, она необоснованна, то она ведь чем-то вызвана. Либо она вызвана тем, что вы боитесь остаться одна. Либо она вызвана тем, что вы не уверены в себе и опасаетесь, что муж вас, ну, например, бросит муж вас, например, как-то оттолкнет, может быть, как-то вот оскорбит, уникнет и так далее. То есть для вас имеет очень большое значение то, что человек, значит, верен именно вам. Вот именно верность вам, это то, что вас очень сильно волнует. Очевидно. И ревность также, это потребность в том, чтобы человек вам вот свое внимание, да, вот свое внимание дарил целиком. А это, простите, да. Это эгоизм. Это действительно эгоизм, к сожалению. И вопрос заключается в том, чем этот самый эгоизм у вас, с вашей стороны, продиктован. Это важно. Это важно для вас, это важно для будущего вашего отношения. Если вы хотите их выстраивать. Но, как правило, ревность – это неуверенность в себе. Соответственно, возникает вопрос, неуверенность в чем, неуверенность в себе почему, как давно это у вас неуверенность в себе, ну и так далее. То есть нужно с этой, вот, неуверенностью в себе что-то делать, нужно работать. И, во-первых, нужно определить в чем именно конкретно вы неуверен в себе. То есть это у вас что-то такое целикомое, что-то цельное или это что-то общее. Ну и понятно, что идет это из детства, это ложные представления, вот, невыраженные переживания, вот. И, собственно, значит, закрепленные аффективно определенные, значит, обстоятельства вашей жизни. Вот. То есть ревность – это действительно проблема, и если вы, вот, только, если вы понимаете, как бы, вот, только лишь, что она у вас, эта ревность необоснованная, но не делаете ничего для того, чтобы, ну, ее, например, убрать или ее принизить. Да, и нормально, если вы ничего не делаете, то это очень печально, очень печально. И, завершая наш с вами разговор о ревности, я бы хотел сказать «да». что у вас там вопрос был как раз на тему того, как вам сделать так, чтобы муж вас вновь любил, я к этому вопросу еще пройду. Пока скажу просто, что в обязательном порядке нужно, чтобы вы перестали ревновать. Даже если вы не можете сразу это сделать, даже если вы не видите такой возможности для себя, то все равно нужно, чтобы вы, вот, когда вам хочется, например, реагировать как-то негативно на него, нужно, чтобы вы при этом реагировали позитивно, то есть перенаправляли свою энергию из деструктивного русла в конструктивный. Это вот необходимо сделать. Далее, значит, «навостовая ревность по вашим словам подоглава его доверия к вам». Интересно звучит. Интересно звучит. «Ревнуйте вы, а доверие теряет он». Вообще, говоря честно, странная позиция. Потому что, обычно, когда ревнует, не доверяет тот, кто ревнует. А вот тот, кого ревнует, он, ну, как-то, знаете, он тему доверия потеряет. И поэтому здесь тоже важный вопрос, на мой взгляд. Вы говорите, что ваш мужчина потерял к вам доверие, но был ли повод терять доверие к вам? Потому что, вот как это видится мне, эта его потеря доверия может быть довольно явным проявлением манипуляций. Ну, может быть, необоснованной, может быть, необоснованной манипуляцией, точнее. Но, может быть, может быть. И это нельзя исключать, на мой взгляд. То, что может иметь место быть с манипуляцией с его стороны. Далее, значит, потом я прочитал в интернете, что мужчина должен стараться доводить девушку, женщину до оргазма. Ага, ну, вам уже упомянули мои коллеги о том, что, вот, должен, слово должен. Слово должен здесь неприемлемо. Потому что, как вам сказали мои коллеги, либо есть это вот желание, либо нет. И если ваш мужчина не доводит вас до оргазма, то он этого не хочет, опять же, нужно сделать так, чтобы он этого хотел. А это то, как вы ставите себя в отношениях, как вы себя позиционируете в отношениях и так далее. Это важно. То есть, никакого доли в сексе нет и быть не может. Вы пишите, у нас этого не было. Никогда. Почему? Что-то оставило вас читать в интернете какие-то рекомендации. Почему вы доверяете рекомендациям в интернете. У меня первый мужчина и я очень стесняет вам говорить о своих желаниях. Так, вы стесняетесь говорить о своих желаниях? Если вы стесняетесь говорить о своих желаниях, то вы не принимаете себя. Ну, просто вот не принимаете себя. Вот вы не считаете, что ваши желания, они нормальны Что они естественны И, соответственно, как следствие, как результат Вы, во-первых, обецениваете себя Во-вторых, искажаете образ, который выстраивается в глазах другого человека Благодаря вашему поведению И, в-третьих, вы накапливаете неудовлетворенность в себе Которую потом, значит, так Вы предъявляете в виде претензий Ну вот, знаете, предъявлять претензии о том, что мужчина должен стараться и помогать женщине Ну, это неправильно То есть, сперва вы в себе зажимались Потом испытали, получается, праведный гнев И в этом вот праведном гневе Вы начали мужчине что-то определять И говорить, что он должен что-то там делать и помогать С чего он должен делать? Почему он должен это делать? Лучше ли вам от того, что он делает это по нужде, а не по своему желанию? Ну, это вопрос уже ваших личных предпочтений Вы ему сказали, что сами научили доводить себя дорогами Для него было с шоком это узнать Ну, вас, очевидно, вообще не принято разговаривать друг с другом о том Чего хотите выезжать, чего хочет он И вообще вы друг друга не знаете Саня, несколько раз мне помог, но потом отверг меня Сказал, что все отлично механическое Вы уверены, что он отверг вас? Вот это, вы знаете, проецирование того, что делает мужчина на себя Оно вызывает у меня некое сомнение Вы уверены, что он вас отверг? Может быть, дело не в вас Может быть, он не вас отверг А отверг именно вот то, что вы предлагаете То, что вы хотите Может быть, это связано с личными предпочтениями в сексе, опять же То есть, и особенность того, как вы получаете удовольствие сексуальное И особенность того, чего вы от него хотите и как вы хотите То есть, надо сказать, что не очень понятно, как у вас все это происходит То есть, если вы говорите, что он вам помогает получить удовольствие и достичь оргазма То, как это происходит, ну, непосредственно в действии Потому что, вот то, что вы сказали, это вообще ситуация вообще никак не проясняет Ваша позиция, как вы получаете удовольствие Его отвержение вас Принятие его позиции вами на свой счет Все это говорит о том, что вы сами себя не принимаете Вы сами не уверены в себе Вы сами сомневаетесь в себе И мужчина, в общем, тоже испытывает какие-то проблемы на этом счет И я полагаю, что прежде чем вообще что-то делать в постели Об этом нужно поговорить Нужно понять вообще, нравится ли Нравится ли Нравится ли, например, вам обоим то, чего вы хотите Получается какая-то Довольно эгоистичная игра Вот, значит, для меня было сложно Так как мы только начали все Я не знал, как приспособиться Вот тут вообще непонятно Это вам, возможно, к сексологу действительно нужно Потому что, ну, это явно не психологическая проблема, как таковая Вот Кроме того, не так давно я сделал очень неправильную вещь Опять поднялась эту тему ревности Причем в день его рождения Почему поняли Что заставило вас поднимать эту тему Что заставляло вас поднимать эту тему Все разы, что вы ее поднимали В общем, этот момент нужно прорабатывать Потому что, видите ли, нет такого понятия, как правильно или неправильно То, что вы делаете Это, в принципе, правильно Ведь если вы поняли, значит, вас это волнует Но вопрос в том, что именно вас волнует Вопрос в том, какова природа волнения вашего И вопрос в том еще Почему вы считаете, что мужчина должен Вот, как бы, ну, скажем так Отвечать за то, что вас волнует То есть, ваше волнение, это правильно Его не надо подавлять Оно верное Оно естественное Если оно видит вместо быть, оно естественное Но Не нужно Думать, что то, как вы Реализуете Вот свое волнение и свои переживания Это верно Вот этого думать не нужно Поэтому здесь, я полагаю Необходимо разбираться Что волнует Как правильно реализовать И границы ответственности Вас обоих За То, что Происходит с каждым из вас После этого он сказал, что в нем Кто-то умерло И он очень холоден ко мне Ага Ну, вы знаете, опять же Очень сильно смахивают на манипуляции Потому что Как бы, да, неприятно А, да, не спорю В этом нет ничего хорошего Но Кто-то умерло В нем И так далее Ну, это Это, как-то, знаете Очень Показуч Поэтому Здесь, я полагаю, что Если в нем кто-то умерло То зачем он с вами тогда И чего он хочет забиться от вас И так далее То есть, скорее всего С его стороны имеет место Быть А, попытка Вашего воспитания То есть, он хочет вас воспитывать Он хочет вас переделать Вы ему Такая Не нравитесь Скорее всего А, значит Так Он очень холоден ко мне Пожалуйста, помогите Что мне делать Ну, в принципе, я сказал Как вам это любовь Музя А, любовь Музе вы не вернете То есть, она либо есть Либо ее нет Вы можете помочь ей раскрыться А, но вы не вернете любовь Музе, если она ушла Но она не ушла Из-за того, что вы делаете Она не могла уйти Просто сразу Вот Из-за вашего поступка Либо она ушла уже давно И муж просто искал повода Это проявить В частности, например То, что он вас отверг Как вы говорите То есть, его вот это вот Поведение Оно направлено на то Что он не настроен На то, чтобы вам Доставлять удовольствие И это тоже его проблема На самом деле Но, правда, к вам Она отношения не имеет Поговорил я с ним Он говорит Что я эгоистична Да Есть немножечко эгоистичность В связи с тем Что вы Через музя Хотите получить то Что нужно вам При этом Вы почему-то считаете Что он должен вам это давать А в действительности Вам это нужно Получать Самой Я говорю сейчас О ревности А не о секции Вот Никогда не думаю о нем Опять же Насколько это правда И пока я не начну Его уважать Он Спаться Но не захочет Но Это какие-то Условия Это Какие-то Знаете Требования Какие-то Знаете Уже Установки Мол Типа Ты должна Давай Делай Вот Пока не сделаешь Я Я Не буду с тобой спать Но это Как-то звучит Все Ну довольно Странно Это звучит Я бы сказал Ах вот Там Вот так Потому что Ну Не должна быть Такая позиция Не должна быть Не поступать Как Любящие Люди Да Неприятно Но Да Это Условия Это Это уже Какие-то Отношения По расчету Либо У вашего мужа Ничего К вам Не осталось Помимо Расчета Он хочет С вами быть Только Потому что Он Например Привык уже И не хочет С вами Рисоваться Вот Либо Ему Нужно Время Вот Чтобы Чтобы Пережить Вот То Что Вы Сделали Но Опять же С этим Все Нужно Разбираться Потому что Как я уже Говорил Немного Странная Его Реакция То есть Ревнуете Вы А Не добежат Вам Он Ну Это Как-то Незрелая Позиция Вот Так что По поводу Этого Это Определенные Такие Знаете Условия Они Не характерны Для Людей Которые Любят И Здесь Нет Никаких Оправданий То есть Если Например Он Не хочет С вами Спать Ну Он Может Скажет Что Прости Дорогая Я Не хочу С тобой Быть Больше Или Давайте Например Поживем Отдельно Какое-то Время Мог бы Сказать Но То Что Он Говорит Это Прямая Прямая Направленность На То Чтобы Вас Переделать Под Себя И Это Вот Довольно Опасно Довольно Грустно И Скверно Надеюсь Вы Меня Поняли Так Значит Бога Вы Не будете Его Уважать А Вы Не Уважаете Вы Согласны С этим Вот Вы Сами Вы Свою Оценку Того Что Говорит Вам Муж Не Даете Он Говорит Что Вы Эгоистичны Так Согласны С Говорит Что Вы Не Уважаете Согласны Ли Вы С Этим Непонятно Он Так У нас Были Непростые Отношения Всегда У нас У нас Было А Почему У вас Были Непростые Отношения Всегда Почему Какие Были Проблемы Почему Проблемы Не Решали Из-за Ревности Ли Вашей У него К вам Появилось Недоверие Если Может быть Ревность Стала Только Последней Каплей Мне Очень Тяжело Я Молодая Женщина Когда Я чувствую Его Холодность У меня Руки Опускаются Я Чувствую Это Чему Именно Конец Почему От Его Холода Вас Опускаются Руки Его Холод Это Его Ответственность К вам Это Отношения Как С Кого Не Имеют То есть Мы Имеем Дело С Вашей Эмоциональной Зависимостью От Него И Чрезмерным Значением Его Для Вас Что Также И Определяет Вашу Ревность То Сперва Нужно С Этим Работать Чтобы Вы Перестали Чувствовать Что У вас Опускаются Руки Если Он Холоден Потому Он Может Холоден И Не Из Зала А У вас Уже Опускаются Руки Понимаете Понимаете То Человек На На Нас Так Влиять Вот Далее Вы Говорите Мне Очень Тяжело Тяжело Без Чего Без Секция Но Вы Можете Сами Сами Себя Доводить Доргатно В чем Тогда Проблема Да Это Может И Не Доставляет Такого Удовольствия Но Тем Не Менее Чтобы Снизить Тяжесть Это Вполне Пройдет Вот Ну Вот Собственно Наверное То Что Я вам Хочу Сказать Что Вам Предстоит Работа Над собой Арином Серьезная Работа Над собой Потому Что Здесь И Ваши Дерско Родительские Отношения Определенно Здесь И Ваша Женская Позиция Женская Модель Поведения Здесь И Ваше Сексуальное Поведение Здесь И Ваши Потребности Которые Вы Ровлетворяете Неправильно В том числе И через Муза Вот Со всем Этим Нужно Работать На этом Все Надеюсь Что помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Пишите В личку Буду Распомочь Если Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Продолжение следует